Ну это единственное, что я придумал Нет, нет, не так Нет, ну надо прикрепить, когда-нибудь тихо Я вот тебе, ты узнал? Еще не поздно, Вячеслав Я сейчас покажу Чтобы руками не снес А тут свадьба была у них Вниз там нажать, справа Дети работали, привозили, дрова пилили Один год не помню сколько С бортами машин 18 напилили Всех обеспечили Это лагерь трудовой Заходим сюда Вниз там ее раз Пусился Ну и все на красную нажать сразу И потом наверх подними Это бак для воды В нем караси рыбы Детям было очень интересно смотреть И что интересно Сделали так на обум Полтора метра А куда ставить не знали Замерили между деревьями Ровно полтора метра Подняли его краном Здесь сварили Здесь просто привезли Инструментальный какой-то завод в Барнауле Это Галя А там тоже рыбки были Рыбы тоже там были Там же брезянцев был Там больше покупались Специально Видите деревянный водоем Такая специальная Как вот лодка Материя Из воды Пользует лодка Ой, я даже почему не знаю Какую Но вот почему не знаю Помогал директор Три Три дня назад умер Кто сообщет Да, Хрома 85 лет У меня ему было прозвище Настоящий русский патриот Вот и четыре подводные Лодки Подарили Шланги Которые Куда Сюда Идут Вот эти Резиновые Коврик Это все он давал И материю Шили От комаров Надевать Военная материя Это он Анатолий Петрович Заходите Смотрите Что у нас здесь Теперь не лагерь А, музей Лагерь разгромили Мы его закрыли вовремя Вот это вот столовая Долго возитесь Столовая Вот здесь вот Где высокие столбушки стоят Это столы А это скамейки И там дальше Вторая столовая Это за два приема Тайка может не кормить Вот эти Сейчас много было Вот так Вот так А теперь вот Мы ночами Рыбе Подземное Тесто Положи Как будто Многие машины выстрелы И храпостят по земле Вот я не люблю вас Люди расскажут, тебе не помешает Вы себе прикиньте, могли ли бы вы создать лагерь в степи? Лагерь, в котором снимает государство фильм Завершая первое место на международном киноконкурсе Первое место в России, второй фильм Вот здесь большие, огромные кущи навозные И один лагерь, лагерь в степи на навозной куще Что может быть круче? Где китает? А здесь рядом, вот прям рядом, рядом совсем Лизушка пастухи, мы должны были все делать, чтобы они не слышали Неверующие И здесь под землей работали люди у нас Наши обслуживания Когда мы уезжали, мы приезжали органы власти, там КГБ И все искали, о, вам не нужны старые, сожгли, воде закопали Раскопали, нашли Пепел подняли А вот здесь, если они зайдут, они увидят дрова лежат Если бы дрова не выкинули, а под ними бревна А такие большие бревна пилили здесь Бревна бы если бы вытащили, но там еще нету Но если бы они начали бы прощупать щупом, то в одном месте они нащупали доски А если бы они землю оттуда убрали, открыли вход, они бы увидели там погреб с картошкой Если бы они картошку вынули, то увидели бы, что на стене есть запорка И если бы они ее погребили, открылся бы туда коридор, церковь, в святильнике по стенам Это все ночью медрами делали И называли это катакомонная церковь А в другом месте, вон там, там по-другому было монашкин Борцух вырыл лору Не определили, куда она идет, скрели ее И выкопали, там специальная церковь была А потом все опять заровняли, песчинки поставили А подходили с разных сторон, чтобы дорожку не напоставить Это все, дети, и там я им говорю, детям никому не говорить И ни один ребенок не выдал А вон, Сергей Михайлович, они подключены Говорим, хорошими, ты туда нырнешь, а там уже все, и постели, и да, все было Трех подключились, а клубов никто не увидел В то время, стоят вставать, это ничего нельзя было делать Можно было, но это интересно А теперь, слушай, я им задаваю Говорю, что вы в КГБ приехали, но я добавляю Но они очень ленивые и ничего не вытаскивают Бревна зачем? Барабаны уже разогнулись у нас А под этим еще сколько замков было Надо убрать бревна, землю, вход в подвал И тогда открывался только вход А зачем это нужно? У нас было таких схронов, пять, кажется, штук Дети приходили с завязанными глазами Уходили, завязывали глаза, чтобы не видели, не знали, не выдали Выходили на дорогу, и тогда поляшки снимали Дети росли, и все это снимают, потом киностойки государственные Вот мы пришли в этот лагерь Вот деревьев тут не было, конечно Березы, смотрите, как оазис какой Вот это вот все посмотреть Из камыша шалаш, вот шалаш Шалаш большой на 300 человек Вот если хотите, можем подойти посмотреть Как? Давайте посмотрим А потом держим Да Да А потом держим Да Видно не особо Это плюс Вот Как? 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 Все видишь, на рассоне и видно Она раз И провалится там Щелкнуто в угол Ну ее мы привязали, там видно, что проволока идет Видно? Да Отсерево Отсерево Вон, что она получается Видно, как неприятно Дальше Не забыл сказать, чуть назад вернемся Посмотрите Приезжает Тогда была санэпидемстанция Они садятся за стол Чтобы закрыть лагерь В лагере нет освещения А мы им показываем Посмотрите, сюда зайдите Вот сюда вот Посмотрите, какая ртутная лампа висит Вот сюда вот, зайди Вот отсюда Огромная ртутная лампа Она на километры светит Вон она, видать? Это сами столбы ставили Ну помогали люди, конечно Провода провести Здесь электричество Вон оно заходит где Здесь стояли холодильники Там плиты разные И котел грел воду И вот они приезжают с санэпидемстанции В духовом сидят Так пишем Освещения нет Я показываю Вот, ну у нас уже напечатано Опровергайте через суд Садится за стол Прекрасные столы Клеенкой накрыты Я прошу не разговаривать Кому не интересно Идите там в машине Посидите Я что говорю Ни один не будет знать А это Столы Не струганные доски Я говорю, ну какие доски Когда Клеенка У нас напечатано Через суд Опровергайте И московская газета Одна я называю Газета номер один Российская газета Учредитель правительства Российской Федерации И нам сказали Над лагерем Как это Шабаш из чистой силы И все написали И это Статья помещена В нашей книге До слова Божия нет ус И вот так нас давили Вот здесь вот Загородка Это глина, которую брали Штукатурили Все с нуля Потом завернемся Идем к шалашу Шалафаном А шалафан сгорает Потом всякая разная одежда А потом вот такими Бревешками все закрыли Ну то есть Здесь присмотрят 10 лет примерно Ну вы увидите Какой труд положено Еще огорожено Чтобы с Казино не завезло Не было Не было Я подойду Я подойду Я подойду Я подойду Я подойду Так Сейчас мы будем Заходить туда Это Осоку Которую Возили На тележке Заходите Посмотрите Уже Крапива Идите Кто не видел Заходите Ногами Туда И сюда И сюда Вот это Два человека В один ряд Здесь 15 человек Он связан Он связан Вот 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 Найти Было Непрерывный Косили Возили Дети Сами Участвовали во всем Так Сихонько выходим Давайте Володя Стань издалека Чтоб видно Сколько вышло Три человека Четыре Стоит рядом Пять Считай Шесть Семь Десятое выходим Поскорее Восемь Считай Девять Десятое Одесять Одинадцать Двенадцать Тринадцать Перенадцать Восемь Показины Этой Авантюры Паказали Тринадцать Тринадцать Заходило Семнадцать Дили Закрывается И вот только Только туда закрыть надо Зайдем только год, в 98 году за летний период 15 краевых комиссий Дети стоят на крыше, а крыша плоская и с плакатами Коммунисты, людоеды, займитесь своей душой Второй плакат Лютые волки, отступитесь от лагеря Дальше В правде они в силе Александр Македонский Невский Дети стоят и скандируют Не заходите Не заходите И Марина тут была кое-что, и она все сняла Это не все равно Брали, что скоро будет Говорили в классе, это бесполезно что-то делать Она еще здесь Горов в холодной спрят Есть где? Так, идем прямо внутрь Здесь Маломар Ах Все у нас разверт Берем, да? Где клен? Клен 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 Плен Плен Видите как, пойдемте Это кухня Он закрыт. Брали анализы выше среднерайонных. Внизу с картоном застана матрасы 10-5 вверху и внизу. В каждой келье 8. Если много людей 10 человек. Смотрите, гвоздь там, осторожно. Осторожно, гвоздь здесь, сбоку. С этой стороны печка сделала. И там железный короб. Дым выходит с этой стороны. Дым выходит вот сюда. И когда приехали сюда комиссия, там уже кого-то нашла. Слушаем, слушаем. Постойте меня, я то разгоню, пойду там. Елена, только одно указание. Людей сюда подвали. Не разговаривайте ни с кем. Иди ближе, никогда больше этого не узнаешь. И вот смотрите. Приезжает комиссия. Первый секретарь Компартии. Железнодорожного района. Бобров. В газете пишет. Игнатий Тихонович показывает нам келью. И говорит, здесь тепло, дети сушат одежду. А я подумал, еще он подумал. А я подумал, вошь любит тепло. Он вошь видел, нет. Но намек гнусный, уже брошен. Почему? Это в коммунистическом стиле. Он не сказал, что трупы людей видел. Вошь любит тепло. Ну, на это ответ ему дали, когда из Москвы были. По повшам по всем прошлись. Теперь, я покажу сейчас кельи. Давайте. Это, господи, можете прикрыть его. Игнатий. Там точно вышли? А? Вышли точно все? А, нет, вон там. Второй дом он. Он заперто. Да. А Никита с Володей в первом доме. Там, знаешь, как? Ну, не, что бы зато. Это, не знаю, что там. Слышь, он широкий фонарь. Слышь, он широкий фонарь. Слышь, он широкий фонарь. Вот специалисты по съемке нашли, может вам отдать ее тогда? Длинула, это надо было отсюда, воду бочками привозили, но пока с огорожен, так, уходим, пойдем дальше, это детская колония, там плащик, держите, я сказала, камера далеко, я не сказала, что ты плохой оператор, не гребите от себя со сковой лопатой, снимайте, давайте, я вам отдам, Будет камера близко Смотри, тут операторы собрались Становитесь сюда, здесь Крестогуска жила, тоже старались не спугнуть, ласточек жила, тут разные-разные птицы были, а утром встаешь келью открывать, а туда летущие мыши Детям это все уроки были Вот дети ложатся спать Отойди оттуда, Елена, я прошу тебя, пожалуйста, иди ближе сюда Вот понимаете, верующие, но насколько приходится мне время на это тратить, я сразу отвлекусь В Москве есть такой храм, Исааковский собор Люди идут все, разные неверующие, вот смотрите, как неверующие относятся Я подошел, заплатили деньги, вошли, молодая девушка говорит, там написано, поднимите врата вверхи ваши И она говорит, это священники на Пасху в цветных одеждах заходят Я говорю, это абсолютно не так, а что? Я говорю, это означает, Христос распятый, является на небе И он никому не кланяется, а ворота ниже, он выше их Ворота, перехладня должна подняться, они вон наклоняться Так тогда объясняйте, я начал объяснять Полчаса не прошло, а там маленькими группами, две, три, пять групп Полный храм, не продать билеты не могут, ничего Тогда подошли, попросили к выходу, пройдите, мы билеты уже продаем, а никого не можем пропустить Неверующие люди, а я вам делаю предупреждение, не отходите Почему я должен делать это? А вы же верующие Мы говорим то, что нигде никогда не было У нас висит надпись Колокол Колокольные удары Один колокол, если ударит, один У тебя удары, смотрите Это ведь это рейнг Вы знаете, что это такое Это означает, где бы ни были дети, бегом со всех ног Купаются или где-то Так, два раза Что два раза это было? Занятия Занятия Три раза На обед Они бегают, там-то разные игры, башни построены были Все бросают, летит А как-то за стол сели Положили все Дежурные обойдите вокруг, они быстро вокруг Там бакильки лежат Там фуражка лежит Там рубашка лежит И каждый кричит Это Игорева, это Ванькина Так, он обязан встать, взять свою куртку, бежать Три раза вокруг лагеря, вот он какой И кричать, я забываю и одежду застану А сколько пробегов, первый, второй, ему уже в рот не попадет Родители говорят, ничего не можем делать, все забывают У меня за один день научились Никто ничего не забывает Так, теперь четыре, что означает? Евангелие Евангелие, пять Тревога Тревога Нападение от коммунистов Пожар Самое тревожное пять ударов То, что может, хватает в руки и отбиваемся Вот он приехал, мужик А мы у батюшки фильм смотрели Что его тут занесло в Калмагоров Давай детей Я рыбачить хотел с детьми На ночь глядя И нам сказали, бегом прибежали Тут Андрея был, просим Отец У него был Талийский тигр Глухонемой Этого мужика свалили Руки притянули к ногам сзади А дальше у меня бич был здесь Вы знаете, это Комбайн Ну такой Как назвать его? Ремень Ремень С этим ремнем У него штаны лопнули Мы его прочистили На машину И милицию А он приехал на мотоцикл А мотоцикл спрятали Как в бороще Утром он приезжает с ходатаем С Семеном Михайловичем Сийсковым Алексеев отец где-то Я виноват Я простите Я то другое У него беда впереди Он не знает Через несколько дней Явится сын в отпуск И что там было никто не знает он повесится это истории все связаны посмотрите детях каждый хватает что-то такой звук там другой а что это означает мужик пьяный не горел а сосуд остался нам у каждого история своя колокольница она на траву задевает и гасится поэтому из ничего что-то создать вот здесь вот пекарня 2 русские печи тут моими руками сделаны я печник был и каждая печь подогревается еще снизу голландка один раз растопил и 100 кирпичей могли дать за день в этих формах которые там у нас есть тестомес я одно время попросили провести занятия с новыми русскими они сами пришли к ректору университета кто учился знает самый большой университет 27 тысяч студентов есть где-то 30 с лишним стран только абитуриенты и они новые русские пришли этому говорит а он естегеев владимир васильевич там звание академик профессор и говорит русские приходили новые они ощущают свой недостаток не знаете еще но и попросили дать им преподавателя чтобы поднять их уровень я говорю это конечно здорово но дело в том что они вас избрали как меня да я же не преподаватель нет они избрали вас только а там профессоров кучи ну я пришел подготовился прям провел несколько занятий занятий были по два часа совсем немного а я все же буду делаю бесплатно это он меня называет и говорит идите получите деньги какие-то занятия вели я разве за деньги получите я пошел там цифра такая накручена я говорит какие деньги я не видел никогда а по какой ставке профессор да какой же профессор у меня звание никакого нет и никогда не было так они там еще кажется нобелевскую премию мне присвоили еще не знаю такие суммы накрутили я с преподавателями говорил никто только не получает никогда а почему бог я говорю о том что не надо взяток давать ничего бог делает и там я им объявил кто может помочь достать тестомес и один из них помог у нас свой тестомес там такая держа она как рука одна все это замешивает нашлись люди которые провели энергию там на три провода все сделали это называется на курьих ножках а так му таракань вот как надо назвать у каждой теле на свое название 5 я ударю сейчас 5 это пожар у нас тут специальная кошмар завезен песок был в баке вода как тучить пожар дети учились учиться как делать искусственное дыхание свое ребенок утонуло ли что-то это все здесь проходили вот они на кресе стоят я прошел по лесу сорвал там листики бросаю листики на пол должны определить какое дерево куда-то дерево годным какое время года дети все это знаю какие травы кто детьми будет заниматься я студентам говорю из своего лексикона я полностью истребил слова проблемы а как нерешенный вопрос нерешенный вопрос говорят министр внутренних дел нургалиев сказал что в россии три с лишним миллиона беспризорников больше чем гражданскую войну вот я создаю лагеря работают для чего это сам это сейчас сохранили чтобы кто приезжает сказать образуйте там где живете лагерь от государства за полвека мы не получили ни рубля кроме нагоняев и всего проще вон музей комплекс с половиной его находится в деревне там качели все хранение продуктов свой колодец выкопали своя баня полный комплект и смотри залетели туда истреба вот они картошку пололи кажется и увидели коршун летит и нашли гнездо и везде три маленьких коршуненка и забрали кормить это мясо но картошка не кормят ну и пошло я ловлю крыс и кормлю их растут прямо на глазах у нас скот был такой хитрый он подружился с этими ну тогда двоих забрали у нас красный уголок или как в барнаул а один остался я не знаю кто он по порой это он или она была но настолько привязанный был что только находили все ему холодильник наполнен все летает увидит за мной гонится садится и дает дай поесть это все засняли сохранилось ну и однажды маленький дождик был и мы зашли сюда молиться а его вышли а его нет он полетел за грачами полетает придет садится я его из-за руки кормлю его нету значит что-то случилось а там на повороте где обедали столбы и он как прилетел мог это крылья раскинул и провода задел ну дерево под столбом лежит я составил стихотворение коршуненок коря крючконосый не боялся ничего и друг друг любознательность тебя заносит на смертельный последний круг и говорю это как бы людям а Виктор Николаевич положил это на музыку и пели когда он ел оставалась у него еще еда и тут прилетали другие коршуны и они еще долго летали и крикотали мяса то нету они прикормлены были я с детства занимался превращением разных птиц мне было очень интересно вот займитесь кто-нибудь этим создать вот по одному лагерю на сколько детей будет меньше это ну лагере было 48 лет будет меньше двойном формате уже и говорить о том что проблема какая нет нет нерешенный вопрос ну а какой еще бывает нерешенный в российской федерации погублено 51 тысячи сел тысячи за государство образующая основа разносится в дребезги это гибель государства поставить на колени в один день можно ничего нет за границей все кончилось никакие ножки буша не помогут начните образовывать деревни и только в Алтайском крае теперь больше 400 погублены мы приехали на пустое место не 20 лет только воробьи были проблема вот решение а вы знаете власть от стране евреям принадлежит я говорю что бей жидов спасай россию это проходили уже за эти слова россия ответила сполна а что делать бороться надо надо как любовь любовь вот он еврей приехал показали мне он здесь у меня обратил стал православным священником давайте через каждого чтобы один еврея стал православным священником температура будет другая они очень талантливые хорошие люди на тесно ум ты знаешь прекрасно принял крещение переделки на были я его крестный он сейчас живой служит у патриарха или и второго теперь что а вы знаете когда бы все захватила и тут не выйдешь знаю проблема его нет этого слова у меня человек близкий сотрудник кгб обратился к богу стал священником пускай один сотрудник кгб обратиться через тебя хотя бы через тебя направление то сколько можно работать и когда мне арестовали не говорили какого человека погубили у нас вы знаете о ком говорю так это не все я беру только часть того что называют сегодня проблемами нет этого ты конкретно начинай работать и что-то получится а ничего не делаешь ты свой талант даже не знаешь я такие истории буду рассказывать в лагере что было за полвека ни одного повреждения ни одного утонувшего ни одного сгоревшего приезжают больные больных не принимаем если примем по одному с при одном условии чтобы таблетки выпросили в туалет а у девчонки иной что-то там связано на онкологию она бледная вот такая вот а как и лечите молитвой каждое утро одной приехала почки не могу стакан теплой березовки полная ложка меда за час до еды две недели проходят она футбол сейчас увидите волейбольное поле это все на пустыре я хочу вам передать опыт я все еще чем-то занимаюсь следующий вот мы подновили ворота играть и нужно составить игрой если есть мяч сегодня можно было провести соревнования еще не подходит здесь аналой вот этот убираются там чистое где считается евангели каждое утро вокруг собираются дети с толкованием и все вы что бы ни сказали вы обязательно здесь найдете посмотрите какие деревья этого ничего не было а вот это рядом а тут теннис настольный просушка одежды хранение продуктов но главное там мы храним лабас называется это вопросы так это не все когда вы вокруг посмотрите вот мы приехали когда сюда дороги ни одной нет и не проехать трактор идет настолько проваливается только беларусь сделали дороги посыпали песком щебня привезли пруды все разрушены проехать нельзя рядом деревне надо ехать вон туда и там далеко обезжать по лесам он туда на буре выйдешь дорога восстановили своими силами не менее пяти лет заказывали бульдозер чтобы привезли увезли его по настоящим деньгам 60 тысяч не работал просто привести его надо а дальше за каждый час 1600 700 рублей еще сделали все восстановили пруды рыба купаются плавает на лосках новые птицы появились все проблема мне говорят да на улицу не выйдешь преступники но не каждому это дано я пошел в сотрудничество тюрьмой 18 лет бесплатно сколько грешников услышали о боге это сказать нельзя ну 3700 человек и я вижу их каждую неделю выступаю по рации у них время нет или не хочу знать а это наша страна до преступники а народ неграмотных я одновременно вел занятия здесь пяти институтах университета 13 школ и все это бесплатно ссылаться не на что то что я люблю спать а чтобы не спать мне господь позволил сон сократить два с половиной часа в сутки он неграмотно насчитал 50 томов книг мактеопону купили распространили по всей стране и за границу при коммунистах хвалящийся хвали с господом моего там ничего нету это сделал господь вот он знает когда приезжали какие люди были здесь один раз тут напали на нас ночью приехали из шаршин 20 километров на мотоцикла кирпичами кидать люди в палатках но они не знали кто у меня а тут все как один городке были здоровые крепкие ребята с лопатами как выскочили все едва на мотоциклах угнали больше на ноги не положили а мы ничего не делали не били не считая в этого отпороли калмогорова но по-другому нельзя он покачился на спокойствие детей и нас никто за это не осудит то есть я показываю в поприще в россии громаднейшее и мы вот сейчас приехали братья ни одного дня свободного нет по часам поели три минуты на сбор и уже чтобы на работе были я всем благодарен которые помогли столько делать сейчас мы пойдем посмотрим дальше а 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 Самое главное, что ложь не поменялась. Моё слабое, желаю, что подышать. И так, которое я дала в конкуренту, вы видите. Понятно? И поэтому, как говорят, крест ставить, не надо торопиться. Идёт не дальше. Это всё перья мальчика. Ну, а тут всё под замками, наверное. Ну да. Ага. Провода шляжа. Ах. Ну-ка, что-нибудь распутать её. Давайте зайдём. Там тынется, ага. Потом обратно закрепить. Там кто-нибудь те двери, там надо залатать будет. Завернёмся к тем проходу. Ну, смотрите здесь. Открывай. Вот зайдите сюда, посмотрите. Вот здесь. Вот здесь. Ну да, тут днился. Ну да, тут днился. Прошло негде. Всё. Зачи прослышка. Зачи прослышка. Зачи прослышка. Вот здесь. Там, да. зубов зят. Зворовые идут. А мяч есть-то? Все там другие кащаются на большой. Второй в половине лагеря, и там это есть. Это всё надо было сделать. Там окошка-то нет? Нет. Здесь турники, качели, тарзанки, убрали столы, они упали видать, дети тут закопаны кровати, они за берегу подержатся и прыгает батут Тут можно закрыть, давайте отсюда выйдем, один кто-нибудь там пройдите, закройте дверь, завалите там, Виталик, завалите, уходим Смотрите, турники какие, а заставить береза-то интересная Да, а можно сесть вверх Вот, это, например, нормально Уходим, пошли, вон коробки идут Так, смотрите, вот здесь вот 75 метров разъезда был, на таком уровне, вот так вот все, около столбы где, и переходи, дети ходят, и туда на аппарат проверяются А вот это прыгать, кто может пробежать, ну-ка пробегите Данил может, он пробегал А, ну на туда разбегись и под тем пробеги, раз, два, три, четыре, пять колес, колеса на колесо А он будет прогибаться Одной ногой Ну кто? На одной ноге А это еще прыгать надо Не пойдет Она эта Слабая стала Но надо пробежать с той стороны, я говорил Да нет, она так и прогибалась Она так и прогибалась Все? Все, давайте Пробежал Давай Ну-ка давай Вячеслав, разгон, разгон Молодец Так Уходим Везде написано Музей Посмотрите На меня сильно напал прокурор местный Убрать Принеси бульдозера сюда и вместись с лица земли, чтоб лагеря не было Слышите? Да Что мы предприняли? Я написал во все организации какие здесь В Думу, Президенту, там КПРФ, Справедливая Россия, Полонской, всем по Клонской А ответ-то дают оттуда там, они проверить не могут, они... А он прокурор никому не подчиняется, ни депутатам никому, только вышестоящий А вышестоящая краевая А краевая прокуратура получает жалобу, что хотят убрать А мы музей сделали А им отвечать надо, они отвечают одно и то же Раз ответили, два ответили, мне отвечают И в Верховной, там где суд в Москве Я так дальше догадываюсь Видимо уже на 10-й Они могли его, который здесь, прокурор вызвать или как сказать, позвонить Тебе зачем это нужно? Потому что мы каждый день новые и новые требования И депутаты все запрашивают И знакомые Зачем тебе это нужно? Площадь не занимаем никакой Здесь навозные кущи были, мы их засыпали, видите как Здесь ничего нету, ни одного квадратного метра Зачем вам это? Я так задумываюсь А почему? Я пришел, она подполковник сидит Посетителей принимает, а прокурор на втором этаже Она увидела и такая разовалась Ну, Игнатий Тихонович, с чем же вы сегодня пришли? Что за приветствие? И улыбается А в это время он от нас отстал, прокурор Чего отстал? Я тогда говорю, я принес приглашение на День деревни Да вы что? Прокурору Я его сейчас же отнесу ему Он не приехал Но она услышала Я думаю так Они его, видимо, поговорили и сказали Зачем тебе это надо? Нам каждый день отвечать И какие мы в глазах той прокуратуры И от нас все отстало Мы молились И Господь помиловал нас Я вчера рассказывал Вот как было Ночью я спал И проснулся И чувствую На ногах у меня змея На постели Я потихоньку приоткрыл Здоровая Черная змея лежит Я знаю Дергаться нельзя Надо потихоньку Ноги взять Я потихоньку И до света А там большой черный шнур лежит Я встал на молитву И мысль сразу пришла Подай в суд на прокурора И я подал на него в суд И все поняли Что это оригинальное Здорово Но мне сказали Не допустят до суда Я не выдвину обвинение У вас нет юридического образования Я говорю За три дня я его не могу получить Ну и вот так вот все Бог сохранил И стоит пока все Это мы даже не станем подмазывать Каждый год ремонтировать Так уходим Смотрите Вот это футбольное поле Нынче мы опять возобновили Ворота поставили Кстати да Новые поставили И вы играли? Или вы только ворота поставили? Да А вот смотри Вон там волейбол натянутый Вон волейболь Волейбольное поле Можно жить вот такой Безо здесь Красиво и интересно Никому не завязываем Уходим Уходим Ну Я Забыли рассказать про это сооружение. Вот здесь было две башни, вот это вот Вавилонская башня, а другая была за половину деревьев, смотреть куда коровы ушли. На первый этаж могли воспитатели разлететь, на второй этаж с биноклем, только я мог. И смотрели вокруг, дети учились, а внизу дежурный стоит, коршура заметил сверху, нижнему крещит, тот берет палочку, бежит, где коршур, машет и крещит, уходи, уходи. А сусиков было много, мы обедом, они под ногами бегали, а сейчас ни одного нету. Вот священа одна, и сколько он украл? Вот, 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 вот. Антолик, вот, 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 вот Я тебе что-то плохое предложил тебе снять на камеру, тебе что здесь не понравилось? Я тебя что-то видела? Подожди, ответь на вопрос, я тебе задал. Я говорю, ну поснимай, что ты не взяла-то? А почему я должна? В смысле, должна? Я предложил. Ну, я не хочу брать еще дальше. А что же реакция такая была? Какая-то дерзкая, сверху причем. Нет, в том-то и дело не дерзкое, я просто мимолетом мягко сказала, камера далеко. Я даже не сказала, что ты плохой. А ты очень бурно отреагировал. В смысле бурно? Я тебе говорю, ну поснимай. Я поняла, я поняла, Лена. Подожди, Лен, ну ты же не можешь? Тише. Подальше зайди, давай, всю камеру слышно. Все, потом обсудим. Давай. Здесь нет причин и следственной связи. Что, не слышишь, что я попросил сейчас? Потом обсудим. Так волнуешь, не стою заходи. Дерзкая листья вообще. Не дай бог выйти из границы, замуж выйти. У тебя нет логики, я с тобой не буду рассказывать. Заходите сюда. А заходите все сюда. Там молитва будет. Специально две жерди, чтобы сидеть можно было. Заходите, чтобы молиться будем. Там не надо людей. Сюда заходите. Мы туда повернемся, молиться будем. Туда не надо заходить. Пролазь где-нибудь сюда и все. А вот там удобно же, правильно? Между жердями. Там как папа. Вот здесь вечером будет костер. Можно присесть. Яма, да? И там люди как подиум такой сидят. Ездят сидеть. А место как это называется? Камаковский куст, который сейчас мы с тобой будем стоять. У меня не было. Какой-то комаров нет, я так понимаю. Они сейчас купаются. Мы с другого озера около тысячи карасей запустили сюда. Работаешь? Вкусно, это пахнет. Мне понравилось. Ныщи пошли. Не надо все. Мы изобрели. Около двух сетеров вытащили. Это лис что ли? А пусое было. Пусое было. Нужны. А вот там видно, как мы на родине оставьте. То есть плететь укрепленной, чтобы вода не разливала. И теперь осталось то дальше. Там взять выше и здесь выше. Это все будет сделано. Господь поможет. А то озеро, на котором крестили раньше. Второй мостик. Там тоже есть. Что? Восстановили? Восстановили. Там было водоход, а сейчас четыре метра. Вот тряпка. Четыре метра глубина. Сапки появились. Гагары прилетают. Утки разные породы. Улети и даже бачнепы. Это новая природа совершенно. Кобаров нету действительно здесь. Продувает. Там-то были кобары? Там да. Приходим утром. И молимся. Это видите тут. Так вот. Здесь евангелия лежат. Тут полка была. Только она и есть. А-а-а. Оторвали. Ну-ка. Очищенное дерево. Очищенное дерево. А? Очищенное дерево. От коры. Не очищенное. Скорой. Они ходили и вырубили. Одно дерево только такое есть. Оно легкое. Такое. Топором ударишь насквозь пройдет. С ягодами красными. Говорят, что мыши боятся. Когда детки там бегут. Что это такое? Калина? Шесть букв в названии. Калина? Ну тут мы около храма то едем. На букву Б начинается. Бузина. Бузина. О, так знаешь, послушал. Не, это Калина. У нас Калина ладынешка. Так вот. Видите, на содеянной там это, там же не было. Это берег укрепляет. Вон, видите, на раздевалке сделано. Сиденье покрыли. Покрыли шифером от дождя. А в дом у тебя все одно и то же. А это интересно. Мы сейчас кратко поблагодарим Бога за мир. На жерточке. На жерточке Володя снимает. На низ. Николай, я нужно оттаскать с тобой или отдать? Можно в карман положить. Еще. Так, становитесь на молитву. Вы не забывайте, завтра будет крещение. Вначале идут дети, родители, мальчики. Потом женский рот идет. Все должны быть застегнуты у нас. Застегнуты на верхую пугольцу. Вы достигнитесь. Растегнуты это масонский знак. Или галстук снял сразу расстегнуть. Вы не увидите ни одного депутата без галстука, что было для растегнута. Как галстук снял, обязаны расстегнуть сразу. А люди думают, да это какая пуговица, что значит? Значит, если пуговица пять, то разрешается только одну застегнуть. Четыре надо быть открытым. Когда Путин диорета, вы посмотрите как. Если галстук снял, сразу должны верхую пугольцу расстегнуть. Я просчитал устав масонов, и там все это описано. Я, когда был в Англии с ней, даже по кухням смотрел. Дом заказывал. Заглубь оказался масонский. Я подтянулся, заглянул, а там еще нет. Боже милостивый, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец ты грешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Господи, благодарим тебя за прошедшие годы. Как ты дивно хранил нас в этом лагере. Сколько детей получили здоровья здесь. Слава тебе. Сколько здесь было молитвословий. Сколько священников приезжало и начальствующих. И ты, Господи, сохранил нас. У нас не было ни одного несчастного случая. Это милость твоя, Ангела Хранителя. Слава тебе. Сохрани эти остатки, чтобы показать людям о том, как ты любишь творение твое, Боже всемогущее. И этого прокурора сохрани. Откройся ему, кто преследовал нас. И правители и начальствующих в стране. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии и Карабаху, где война, смуты, мятежи. И этого несчастного Алексея утиши. Не дай желаемого им, да продли этот мир и разум нас сохрани. Хвала тебе, Господи. Приготовь людей, готовишься к святому крещению, к прощению всех грехов. Начать новую жизнь в воскрешенном духе. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Вот мы побыли везде. Туда уже не пойдем. Вон, как видно, открылась. А уже свежего надо выделить Владимиру Александру еще двадцатому. Вместо таких человек, кто хочет помогать, как все выстраивать. Вот эти решки надо будет, как начал подвести там. Кропила, картошки, зажелсть, топливо. Кто прохочет? Там озеро вдалеке. Дядя Володя, примешь? Так, оттуда, маленькая двое, отойдите, я отберу команду. Так, туда, 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 туда. Так, еще кто? Давай, ты. Давай, иди. Можно? Володя, и второй я хватает. Давай. Там надо всю траву вырвать. Внутри. Золу вынести. Подготовиться. Там много что есть. Хорошо было. Володя, ты заряди мотоблок, если он на ходу. И погрузи туру. Только перетрясите нож найдите. Поможете ему. Вот эта команда от нас отошла. Пять человек. Только обязательно рукавички наденьте. Там пропива где есть. Ее можно прям выковырнуть. Детям там грязными ногами на сиденье не становиться. Одно правило. А так у нас все есть. Здесь до глубоких звезд. И поэтому завтра уже в 4.40 мы встаем воскресенье. Ну, приходят ночью. Встанете хотя бы пол седьмого. Подготовитесь идти на службу. А кто-то пойдет здесь готовить. Палатки ставить. Лодки надувать. Ну и там что-то крестный ход будет. Крещение. После крещения встречайте фотографии. И возвращайтесь обедать. Так сразу. После того как крещение пройдет. Кто может остаться хотя бы на недельку? Я думаю. Я вот об этом думаю. То ли я на всю неделю смогу остаться. То ли только на половину. Это не от меня зависит. Кто может на половину недели? Вот мы до пятницы остаемся. Вот я с кем приехал. И я еще. И еще Николай. До пятницы остаемся. До сестнадцатого. До сестнадцатого. До сестнадцатого. До сестнадцатого. Эти ребята уезжайте, да? Мне хорошо. Хорошо потрудились. Во славу Боже. Нам надо закончить здесь. Одному-то делать нечего. Так, сегодня кто пойдет туда? Володя. Чтобы полили там траву, под которой лежит сокровище наше. Чтобы не лопнуло. Если Господь благословит, завтра воскресенье мы ничего не делаем. А в понедельник сразу сюда завозим. У нас и жерди есть. Забыл уже Барбаша спросить. Механическая такая жерди будет. Большие стал бы туда загнать. Не забивать, а прямо загнать. А у нас еще зерди. Игнать Тихонович, у меня объявление от Марины Добуновой. А? От Марины Добуновой объявление, просила она мне сказать. Что завтра мы на службу, когда пойдем, уже взять с собой все для крещения надо. Ну да. И потом, после того, как покрестят, продолжится литургия. Надежда Васильевна. Это в том, что есть. Я всем наказываю. С собой, когда приезжаете, две простыни на волочках. Все привезли. Потому что стирать нам негде некому. В общем, сразу с собой брать. И потом, когда покрестят, литургия будет, причастие там. А потом уже это, все остальное. Одесса светлого будет. И с собой все, где у крыльца, в сумочку, в руки пошли. Все понятно? Ну и не есть, соответственно, ничего не пить, не есть до крещения. До причастия. До причастия. Ну, до причастия, да. Ветероком бывает. А тут начинается садяться беседа идёт. Понимаете, ничего нет. Вот здесь такой холм был, мы его разровняли. Территория расширилась. Ну, а это, когда все добыли жерди тут, в лесу. Сделали. Много ли делают так? Чтобы с чего все делают? Вы сами знаете, что дело простое, еще не говорю. А нигде нету. А если бы было, мы бы с ними установили связь. Как вы это достигли? А нету. Приезжал тут первый секретарь райкома партии. У нас тут побыл. А тут, послушай, избушка. Они встанут, а когда ее ждут, когда мы будем молить. Все. Они посмотрели. Посмотрите. Ну, и потом он собрал своих учителей, там работников. Где-то выступил. Ко мне передали уже. И сказал, я был тут. Деревню еще не начинали строить. Это... Какой год был? Ну, где-то 70-е. Нет. Около 90-го на начале тут. Ну, да. В 89-м году это было. У людей ничего нет. А тут ошкуренные, большие березы были. Ребятишки кощаются на них. До того интересно. Все веселые, здоровые. Почему у нас только дай, 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 дай. Мы это не говорили им. Это он собрал людей своих, а потом нам передали. Надо уметь жить тем, что Бог дал. Сколько нам? Семь машин подъехало. А раньше там ни одной не было. Лошади были. На лошадях все делали. Сейчас лошади ни одной нет. Посмотрите. Посчитайте. Сколько их? Виталий, посчитай. 23, 24. 24, где-то так. 24, 25. 28 или 29. 27 или 28? 27 или 28. 29. Но больше. 29. 24. 29. 26. Ну вот сейчас Иосиф скажет сколько. Дело в том, что за нищеру Игорь Барабаш староста ликвидировал стадо. У него было 36 у одного. Поэтому, а эти были бы еще 36. Это два с половиной раза больше было бы. Он полностью перешел на башню. С маленькими. Я 33 насчитал. У него было 340 гектар земли. А сейчас больше. 32? С поля не было. 33? 33. 33 коровы насчитал Володя. Сейчас считайте, они растянулись. Я вообще 34. 33 бока коровы. Ты коров-то показал мне 33 головы. Ну что? Ну что? Мы возвращаем. 33. Вы оставайтесь здесь и начинайте работать по... Ну, ворогу. Так, мы что, за печатку уходим, да? Все, Вячеслав, можно диктофон освобождать. Точнее, Игнать Тиховича откреплять от него. Спасибо.